приветствую друзья по традиции решил для вас снять видео про сша про плюсы и минусы переезда сюда до этого вам рассказывал про славный город сочи поэтому я снял для вас про кипр плюсы и минусы ну и сегодня мы с вами поговорим про то стоит ли переезжать в соединенные штаты америки что мне здесь нравится что мне здесь не нравится возможно мы спросим местных жителей что их раздражаете наоборот их приводит в экстаз и так поехали итак первый минус который приходит мне в голову и большинству тех кто приживает соединенных штатах америки это конечно же здравоохранение если вы хотите здесь чувствовать застрахованным от всех случаев жизни то вам придется платить за страховку и чем больше вы зарабатываете тем больше приходится давать сумма страховки может достигать сотен и даже тысяч долларов в месяц правда если вы зарабатывать очень мало то возможно даже страховка будет бесплатной но возникает другая проблема если у вас срочно нужен помощь доктора то с этим есть два пути попытаться просто постать в очередь к своему врачу и подождать пока вас обследует это может занять неделю через неделю вас уже может пройти примеру либо обратиться к платному в обход страховки но платить сразу там 100 150 200 долларов за прием анализ может стоить от 500 там до 2000 долларов какой крови то есть вообще медицинская часть это очень большая проблема в сша потому что цены ну просто космический при том цены могут выставить чуть ли не с потолка тебе могут там за ты сломал ногу могут выставить счетом в 10-15 тысяч долларов поэтому это действительно больная тема для сша первое место это здоровье здравоохранения в сша второе место это еда хочу сказать здесь чтобы вы были стройными красивым вам придется за это платить либо своим временем то есть готовить самому для себя куриные грудки там гречку если вы найдете здесь россии ой в россии в америке либо питаться в дорогих ресторанах где делают действительно качественную хорошую еду потому что если пройдете по городу в основном что вы увидите здесь бургеры это 90 процентов ресторанах это сэндвичи запят хлеб да с чем-то это хот-доги то есть везде хлеб жирное мясо картошка фри в огромных количествах огромные порции которые даже наш оператор донни с весом 115 килограмм а кое-как и поедает поэтому второе место конечно проблема с едой и вот если вы поедете в америке по путешествовать по дороге вы практически не найдете нормальных ресторанов то есть это в основном будет макдональдс это будет в основном кинтака белл пицца хат то есть везде жирная фастфуд пища и я когда видел даже в одном из путешествий из-за нью-йорка в чикаго на машине в пицца хат стояла очередь из людей которых явно вес два раза выше чем им нужно это была очередь таких несколько тонн человеком веса в 5 человек и было это конечно было зрелище еще то поэтому второе место это правильное питание здесь тоже очень дорогое третье место это законы они здесь достаточно суровый здесь можно получить весьма весомый срок в лет в 20-25 или даже пожизненный иногда можно получить в конце концов даже пожить не то что пожизненно вас могут еще и казнить здесь сша поэтому законы здесь достаточно суровые здесь их нужно соблюдать притом вы можете оступиться и получить реально большой строк в россии в плане законов нам на мой взгляд немножко помягче то есть и сроки меньше и привлечь сложнее это мое ощущение и второй момент здесь же в этом разделе то что здесь все любят судиться чуть что на ногу успел я на тебя подам суту самое популярное выражение в сша я на тебя подам суд или я от сужу вот это самое что любят американцы приду судиться это достаточно дорогой процесс стоимость адвоката 250 300 долларов в час и как вы понимаете даже если вас кто-то подал суд придется платить тысячи тысячи долларов чтобы хотя бы отбиваться поэтому часто говорят что если ты хочешь нападать суд сначала бюджет посчитай может ли ты вообще судиться но если ты уверен в этом то можно судить очень хорошие деньги потому что компенсации в сша могут достигать даже иногда коллективные иски на миллиарды долларов корпорации а толеранты самое главное как ты сказал четвертый момент заключается в том что здесь достаточно толерантно общество и это значит что если вы привержены традиционным ценностям что патриархат нетрадиционная ориентация для вас слово это вызывает ужас это здесь вы будете сейчас себя чувствовать очень и очень некомфортно то есть здесь сейчас уже толерантность то есть лгбт сообщества мужчины которые держат за ручки друг друга и ходят по улицам теперь здесь это некая норма поэтому приехав сюда вы должны четко понимать что наличие городских сумасшедших наличие лгбт сообществ которые на улицах флаги вывешивают это здесь норма поэтому внимательно посмотрите хотите ли вы это вы видеть но если вы представители как раз таки лгбт сообщества то это скорее для вас большой плюс но о плюсах мы поговорим отдельно поэтому мы отнесем это как половина плюсы и минусы и вот мы с вами в штате флорида город нейплс один из самых богатых что в штате флорида и один самый богатых в сша нейплс признан номером один штатом по здоровью и по долголетию в соединенных штатах и вот отсюда мы как раз поговорим про плюсы что же так допустим мне нравится здесь в северной америке ну во первых это география мы можем с вами жить где угодно здесь нет так как такового центра допустим как москва куда со всей россии стекаются люди здесь есть и флорида где вы можете круглый год загорать и жить в тепле также если вам не нравится круглый год тепло вы можете отправиться в северные штаты и допустим штат орегон какой-то штат вашингтон где холодно где можно отморозить себе все что можно отморозить лазить по горам свалиться с этих гор в общем все 33 удовольствия географии и вы можете работать понимаете работа есть в вас на всех основных штатах то есть и на юге и на севере выбирайтесь и любой штат и живите это первая причина одна из первых причин почему мне нравится сша из первого пункта вытекает инфраструктура здесь очень хорошо развитая сеть дорог дорог автомобильных вы можете легко на самолете долететь практически до любой части америки автобусы простите не автобусы самолеты здесь как просто как автобусы купил билет там за 50 100 баксов и полетел куда тебе нужно рейсы каждые полчаса допустим мы летели из чикаго в майами и здесь можно было выбрать каждые полчаса отлета самолетов то есть никаких проблем а мы могли также лететь из чикаго в лос-анджелес никаких проблем на машине здесь одно удовольствие кататься дороги ровные правда вы знаем что дональд трамп хотел выделить час байден выделить на инфраструктуру деньги но даже с учетом того что как бы инфраструктура здесь похуже чем в европе немножко дороги рассыпаны но они еще в достаточно хорошем состоянии чтобы по ним ездить и наслаждаться третий пункт это развитость институтов я говорю про институты как финансовый так и гражданские считается что в соединенных штатах америки если вам не нравится президент то вы можете избрать другого а если ваши гражданские права ущемляют вы можете нанять адвоката не будучи защищены и это отчасти так и есть потому что инвесторы со всего мира вкладывают свои деньги в американские ценные бумаги в недвижимость и чувствуют в себя защищенными поэтому развитость институтов гражданского общества независимости этих финансовых институтов и делают сша такой большой подарок инвесторы люди со всего мира инвестируйте деньги прилетают и живут здесь четвертый пункт который мне кажется будет справедливо назвать это то что здесь если вы действительно профессионал своего дела если вы развиваетесь и к чему-то стремитесь у вас есть все шансы здесь заработать очень большие деньги фактически стать миллионером и жить припеваючи здесь любят и ценят профессионалов и если вы пробивной человек здесь вы заработаете очень и очень много денег в эту поездку мы решили поговорить с теми людьми которые живут в сша и может быть у них есть свои свой набор плюсов и минусов но давайте узнаем что нравится что не нравится им в сша и стоит ли сюда кому-то из вас переезжать что тебя больше всего не устраивает сша минусы сша дорогая стоимость медицины не нравится жутко внутренняя политика слишком становится здесь все толерантно высокая стоимость жизни три основных вещи переехал бы ты в другую страну из сша возможно какие страны тебе как те каждый лучше чем сша привлекает европы потому что ближе ко всему привлекает азия для удобства ведения бизнеса глобального сингапур испания испания мне кажется самая такая активная из европейских плюсы что тебе нравится в сша почему бы ты здесь остался качество несмотря на то что стоимость жизни здесь высокая качество жизни здесь хорошая ты можешь иметь это же бизнес легко очень начать но становится тяжелее его вести из-за высокого налогообложения но делается в принципе все для того чтобы каждый человек мог сделать свой бизнес самого нуля без денег очень много таких примеров комфортно если ты зарабатываешь деньги с деньгами везде комфортно почему я сюда переехал и как я себя здесь чувствую но сразу хочу сказать что я ехал сюда без розовых очков я ехал в этих очках но не было никаких иллюзий насчет того у нас как хорошо здесь житель как плохо здесь жить да сша это страна в которой есть куча своих проблем и в которой жить особенно если ты иммигрант довольно сложно во первых главная проблема здесь на мой взгляд вы не проблема а скорее особенность то что ты как я уже сказал ранее предоставлен сам себе например здесь довольно сложно особенность непривычки взаимодействовать с бюрократией да то есть прежде чем приехать в сша ты должен оформить очень много документов ты должен оформить их правильно по приезде в сша ты должен точно так же начиная от похода в банк заканчивая получение номер социального страхования ты должен пройти очень новые станции и ты должен неукоснительно следовать приписанным рекламе там для того чтобы получить ту или иную услугу и в отличие от той же россии это сейчас не в укор россии сказано здесь нельзя никак срезать углы ты не можешь там прийти и договориться с каким-то чиновникам чтобы допустим пропустить какой-то шаг или сделать его легче касается там сдачи какой-то бумаги или получения какой-то документ потом то есть безусловно приходит момент когда уже начинать платить налоги а я напоминаю что в сша в отличие от россии практически все налоги рассчитываются отдельно что имею ввиду если в россии большая часть налогов у вас уже заложено в вашей финальной зарплате да если не ошибаюсь то вся сумма сборов которую вы платите в россии составляет около 50 процентов то здесь в сша практически все налоги увидеть на бумаге и их нужно платить отдельно и довольно трудоемкий и непростой процесс недаром здесь существуют люди специально наемные бухгалтеры которые платят деньги за то чтобы они оформляли за вас ваши налоговые декларации и можно сказать что это такой один из плюс в сша почему здесь люди такие сознательно почему здесь целом если развивать тему почему здесь в целом довольно неплохо работает суды и почему здесь люди не боятся ставить свои права потому что люди когда они вот видят куда уходит их деньги сколько они их отдают они как-то не стесняются требовать с тех кто работает в государственном аппарате и сейчас требует с ней не стесняется требовать с них добросовестного добросовестного исполнения этих услуг то как вы справляетесь с этими минусами как вы справитесь с тем сложностями и особенностями жизни сша вот эта ваша способность справляться с этими сложностями она прямо пропорциональна тому уровню жизни этому качеству жизни которую может здесь получить потому что самое главное преимущество сша то что вы здесь можете развиваться в любом направлении у вас за это никто не будет осуждать вы всегда сможете найти людей которые так или иначе у которых так иначе постребовано то что вы делаете и вы можете делать в любом месте в любом штате потому что это действительно децентрализованная страна где каждый штат это практически государство государстве и допустим если вам допустим если вы какой-то там предприниматель которым-то мне нравится уровень налогов в одном штате вы можете переехать другой штат там где налоги поменьше и это касается не только предпринимательства касается в целом вашего мира ощущения